Сегодня рассматриваю ход реализации ГПФР. На самом деле вопрос шире, потому что это фактически основной документ, который определяет нашу экономическую политику, не только модернизацию экономики, но и его диверсификацию. То есть такая задача поставлена. Это, конечно, не только набор конкретных проектов, это в целом концептуальный наш подход, какие отрасли будут приоритетны, какое место Казахстана будет в мировом разделении труда, на что мы будем опираться и на чем будет строиться рост нашего ВВП. Конечно, сказать, что перелом диверсификации произошел, наверное, нет, но то, что Асей Турантаж доложил, тренды понятны, видны, рост обрабатывающей промышленности. Ясно, что институциональная нормативная база создана, и сейчас нам нужно сделать выводы и двигаться дальше. Я больше хотел бы акцентировать, вы сейчас много вопросов и министры поднимали, по отношению роли бизнеса, вовлеченности его, государства частного партнерства, роли регионов. Здесь хотел бы чуть шире остановиться в этих вопросах. Первый повод доступности финансирования. Да, ключевой вопрос, Асей Турантаж, мне кажется, очень верно акцентировал, я просто хотел чуть его развить. Здесь можно на этот вопрос посмотреть в двух плоскостях, шире, то есть в целом, наверное, я не открою ничего нового, что в целом после кризиса банковская система, банковская второго уровня, она, конечно, не встала на ноги. И сегодня не является тем локомотивом или драйвером, который бы давал кредитные заемные ресурсы в экономику. Это очевидно, и вы правы на этот вопрос ставить. Я хотел бы в этой связи сказать, что мы создали Атамикен форум. Специально, фактически первый вопрос, мы в феврале обсудили этот вопрос. К сожалению, руководство Национального банка не пришло на эту беседу. Мы собрали фактически всех ключевых людей Карагусова с депутатского корпуса. Это были все крупные финансовые эксперты, и господин Джандосов, и Айдан Каребжанов. Все, кто сейчас на эту тему говорят, это были руководители ассоциаций АФК. И мы приглашаем, Асей Турантаж, мы готовы сейчас, готовим еще одно, чтобы, мне кажется, этот вопрос нам надо предметно, экспортно обсуждать, и настойчиво на эту тему говорить, цифрами убеждать. Буквально вчера представитель президиума Атамикена Раскарш сказал, что он в прошлой неделе вел переговоры с руководством Национального банка. Мы знаем, что прозвучала установка главы государства, чтобы Национальный фонд не использовать финансирование банков Тороры. Но, тем не менее, мне кажется, те проекты, которые вошли или будут входить в ГПФР, будет проходить жесткий отбор, здесь можно было бы фондировать банки второго уровня более длинными дешевыми деньгами, хотя бы чтобы поддержать этот индустриальный каркас, те проекты, которые хотя бы с этого начать. Мы понимаем, что сегодня, наверное, хотя мы будем обсуждать на этом форуме, готовы показать полностью выкладки банков, какая там реальная ситуация, сколько у нас недофинансируется. То есть в этом у нас продолжение такое. Мы готовы шире обсуждать. И второе, конкретно считаем, что по ГПФРу, и, в принципе, представитель президента мне сказал, что в ходе разговора с руководством Национального банка там понимание есть, что хотя бы в части ГПФР Национальный банк готов рассматривать этот вопрос, чтобы здесь фондировать. Потому что банки второго уровня нам важно очень активно включать. Опыт, вот Хайрат Немач сам руководил фондом, знает в период кризиса, как этот опыт был хорошо использован. Фонд Дому фондировал банки второго уровня, и оперативно нам удалось тогда удержать от банкротства многие малые и средние предприятия. И мне кажется, банки второго уровня можно использовать через фонд. Сегодня те деньги, которые в банке есть, они, наверное, не в состоянии активно поддерживать проекты ГПФР. Поэтому это важный ключевой вопрос. Второе. Это приоритеты. Вчера в ходе обсуждения зелёной экономики Сават Мухаммадович, в принципе, поставил этот вопрос. И сегодня тоже вот Мурзахистоя еще о нём говорил. Какое место Казахстана в мировом образовании труда, где наши рынки сбиты, и куда нам надо идти, какие отрасли поддерживать. Конечно, приоритеты есть и в ГПФР. Но мне кажется, нам сейчас надо с учётом первых трёх лет проанализировать. И вот ГПФР-2, где управляющий комитет под вашим руководством создан, эту работу более актуализирует. И чётко понять, какие отрасля и какие рынки сбыта мы имеем. Это очень важно. Если просто посмотреть структуру ГПФР, то по количеству проектов лидирует АПК. На втором месте строительные материалы, третья горнорудная. А по суммам лидирует транспортно-коммуникационная, на втором – нефтегазовая, третья горнорудная. То есть, в принципе, понятно, что АПК может стать та отрасль, которая должна, наверное, есть, и традиционно наша отрасль, которая должна стать и дальнейшим драйвером. В принципе, есть вопросы и пищевого кластера, чтобы насыщать нам внутренний рынок. И, в принципе, есть таможенный союз, куда можно эту продукцию экспортировать. И, в принципе, сейчас Слажан Сырбаев сказал, вопросы финансирования и более внимательного деления АПК, наверное, можно его сделать одним из драйверов. Вы сейчас сказали про нефтехимию, строительные материалы, в том числе и с точки зрения зелёных технологий. Это тоже ещё одна сфера. Вот буквально недавно стекольный проект Самрук Казна подписал. Фактически, вокруг него в Казлорде можно развивать. Там нужна кальцинированная сода, там нужен известняк, там нужна подготовка кварцевого песка. Дальше нужно подготовить упаковку. То есть, целое может вокруг бутылирование, то есть, целый кластер реально может появиться в Казлорде. И, в принципе, очертания видны. У нас единственная просьба, это было пожелание китайской компании, она государственная. Мы тоже помогали Самрук Казне устанавливать эти контакты. Она хотела, чтобы на первом этапе застановления проекта было, чтобы государственная структура. Сейчас Семур Захиштай сказал, что нам нужно больше увлекать частников, вокруг хотя бы сейчас поезд. А в дальнейшем, мне кажется, Самрук Казна четко должна объявить, как проект станет на ноги. Она должна выйти и продать эту долю отечественным инвесторам, которые дальше будут в этом проекте вместе с китайским партнерами. Это принципиально важно такие сигналы подавать, что у нас не государство замещает бизнес, а государство помогает вот таким серьезным проектом стать, потому что сегодня бизнес тоже не может, не обладает таким большим капиталом. Третье, это очень важная сфера, это долгосрочные контракты. Мы считаем, что в условиях сейчас, когда мы говорим не совсем понятно с внешним рынком избыта, нам очень важен внутренний спрос, концентрировать на рост малого и среднего бизнеса. Это более 8 триллионов тенге с закупок, сфера закупок. Это закупки нацкомпаний, это закупки бюджета. Здесь очень важно, нам кажется, долгосрочные контракты, особенно привязывать их к тем проектам, которые уже есть в карте индустриализации. Простой пример. Проект мы просто взяли 15 компаний в декабре, договорились с руководством фонда Самурок Казна, чтобы лично их сопроводить и показать бизнесменам, что длинный контракт от 3 до 5 лет возможен. То, в чем сегодня нуждается бизнес, особенно те, кто пришли в конкретную переработку, которые хотят понимать окупаемый свой проект, потому что произошли определенные инвестиции. Вот начали 15 проектов сопровождать. Руководство фонда хорошо нас поддерживает, лично курирует Куандык Бешимбаев, зам. Но мы столкнулись с тем, о чем вы в ноябре, Сергей Мемельевич, говорили, мне кажется, к этому надо вернуться. Мне кажется, надо в фонде и нацкомпаниях выделить отдельного зама, несмотря на то, что есть определенные ограничения. Потому что Куандык, при всем желании Бешимбаев, охотно. Четыре месяца нам очень тяжело продвигается. У него есть IPO, у него есть другие совещания, у него очень большая нагрузка, и один зам, выполняя вот такой спектр работы, фокус на кассодержании теряется, а он важен. А управляющий директор, который есть, отвечает за кассодержание, у него не хватает полномочий. Допустим, мы сейчас столкнулись с тем, что в Южно-Казахстанской области, там в СЭЗе, сделан проект по производству бумаги отечественной. Он единственный производитель в Казахстане, отвечает СТКЗ, ему нужны длинные контракты. Примерно около миллиарда тенге средний объем закупок нацкомпаний по бумаге, это формат, она отвечает по качеству, по цене оптимально, они готовы обеспечить доставку. И начиная спускаться вниз уже к дочерним и внучатым компаниям, там начинают сложные процедуры. Уже там требуют решения правления, решения совета и директоров, чтобы закупить. Где-то уже тендер провели, хотя есть единственный отечественник, производитель. И здесь хотелось бы, чтобы был фокус. И ещё раз говорю, желание у руководства фонда есть, но мне кажется, нужен фокус, то, о чём вы в ноябре этот вопрос ставили. Мне кажется, к этому вопросу можно было вернуться, чтобы чётко персонально сделать и эту вертикаль выстроить, потому что очень важно долгосрочным контрактом сейчас нам насытит малосредний бизнес. Это не только фонда Самурка, это касается и сферы госзакупок. Теперь хотел бы сказать про СЭЗы. Это тоже один из серьёзных инструментов. Здесь руководство МИНТа у нас чёткое понимание есть. Мы подписали обширный меморандум по всем направлениям, одну из них СЭЗ. СЭЗ – это тот инструмент, который тоже может быть двигателем проекта ФИРа. Нам кажется сейчас очень важным, чтобы в СЭЗе, в Совете директоров был сформирован именно с тех заинтересованных. Сейчас мы говорим, что в СЭЗе надо усиливать ответственность региональных. Тогда в руководстве СЭЗа должны быть все заинтересованы стороны. То есть это зам Акимы области, которые персонально отвечают за индустриализацию. Это председатель СПК. Тем более мы концепцию буквально в прошлой неделе правительство утвердило и тоже сделало точным, чтобы СПК стал региональным и статусом развития. Мы хотел бы ещё раз подчеркнуть, вот проговорили про бизнес. Я знаю, что многие Акимы и министры крупный бизнес имеют доступ, они индивидуально могут заходить, решать, ставить свои вопросы. Но нам очень важно структурировать эти каналы. Мы для этого создали областные советы предпринимателей. И я прозываю всех Акимов. Вот, допустим, крупный бизнесмен Розинов. Конечно, он может зайти к Акиму и решать свои вопросы. У него и вес, и его опыт. Позвольте, он депутат областного. Но он возглавил этот областной совет, чтобы не только самому, имея доступ там решать вопросы, а чтобы помочь и другим средне-малым бизнесам в Костанайской области. Косфосфат возглавил Тарази, тоже крупное предприятие, флагман фосфор индустрии. Но он тоже возглавил и готов этой площадке. То есть мы структурировали, чтобы у Акимова была площадка, через которую они могли бы работать. И председатели этих советов, они избраны, имеют мандат. Они могли бы входить тоже в советы вот этих СЭЗов, чтобы все вовлечены были. И работу в СЭЗе нам активизируют. И такая работа нам с руководством Минта ведётся. По подготовке кадров, вы сейчас вопросы подняли. И здесь у нас готовность министерства есть. Буквально недавно мы Ербол Тармаханча обсуждали. Сейчас готовимся к серьёзному совещанию уголовного государства. Мы к 20 мая готовы. Уже строительный сектор, вы знаете, да, Белович к нам тоже обратился. Более того, мы, чтобы ускорить, пилотно начать именно в строительном секторе, учитывая готовность крупных предприятий, вкладывать средства, мы сейчас поставили управляющий директор, руководителя строительной ассоциации «Востока», директора нашего филиала. «Восток» – один из лидеров по типу. Им удалось там реально вот в строительном секторе с колледжем наладить вот это дуальное реальное образование, где предприниматели вошли в попечительские советы колледжей, реально там помогают с оснащением классов, реально работают по методическим пособиям, и реально ведут вот ту практику. То есть примерно половина времени, и самое главное, отслеживают трудоустройство этих учеников.